Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Мне 32, мне неинтересно жить, вообще ничего не интересует, надо искать работу, я не хочу. Не хочу, понимаю, что нужны деньги, чтобы жить, но мне неинтересно это. Друзей нет, точнее, они есть, но все уехали из города, не с кем даже время провести. Девушки нет тоже, просто ничего не хочу делать, вообще даже жить не хочется. Ну что же, вам уже, в принципе, сказали про врача, я думаю, что к нему действительно стоит обратиться, по крайней мере, начать нужно с терапевта, с врача общей практики, вот, чтобы он, значит, ну, обследовал вас и, может быть, дал направление к какому-то более профильному специалисту. Вот. С точки зрения психологии, раз вы написали вопрос, значит, вам хочется чего-то изменить, вот, нужно, в первую очередь, увидеть этот мотив, что-то изменить, то есть, что вы хотите на самом деле изменить. Вот, то есть, для чего вы написали сюда, вы хотите помощи, но какой, помощи в чём? А второй важный момент заключается в том, что нам нужно понять, с чего это началось, когда это началось, с какого момента это началось, вот, потому что момент, когда это началось, так называемая точка входа, она очень важна для понимания того, что с вами происходит. Дальше. Вы говорите о том, что понимаете, что нужно искать работу, чтобы жить, но вам это неинтересно, то есть здесь вы как будто бы себя заставляете. И, коль вы себя заставляете, я думаю, что заставляете вы себя не первый год. И я думаю, что именно это заставление из себя что-то делать не привело по итогу к тому, что вы сейчас чувствуете, что вы сейчас ощущаете тотальное разочарование, например, во всём, что вы делаете. Поэтому нужно отследить этот момент того, что вы себя заставляете, нужно его раскрыть, да, то есть как именно происходит заставление из себя. А после этого нужно увидеть, а чего же вы на самом деле хотите и как. Потому что есть ощущение, что вы пытаетесь просто реализовать свои желания и потребности так, как правильно, но не так, как вам того хочется, вот. Такая подавленная свидетельствует о наличии определенных чувств и эмоций, которые вы себя запрещаете, например, глупость, например, опрощение, например, боль, например, что-то ещё. Соответственно, нужно их выразить, найти и выразить, признать, понимаете, вот. Также необходимо увидеть обесценивающие тырнадцатые, коль вы всё обесцениваете. То есть вы говорите, что мне это не дрёс, это не дрёс, это не дрёс. Это обесценивание, вам не всё равно. Понимаете, если вам было всё равно, вы бы работали. Как робот, как машина, но работали бы, потому что вам было всё равно. Человеку, к человеку, которому всё равно ничего не стоит сделать, то на что ему плевать. Но вам тяжело. То есть это обратная, что называется заинтересованность. Но обратная заинтересованность это защита, вы от чего-то защищаетесь. Возможно вы защищаетесь от проявления себя, то есть опасаетесь ошибки, неудачи, разочарований. Вот это вот нужно исследовать. Лично мое предположение заключается в том, что вы сравниваете себя с другими людьми, чувствуете себя неудачником и сейчас ничего не хотите делать, потому что ощущаете, что у вас ничего не получилось и в свое время вы по сути просто упустили. Сравнивание себя с другими людьми ни к чему хорошему никогда не проводит, в вашем случае тоже. Поэтому больше внимания нужно уделять себе, своему внутреннему миру, своим ценностям, мотивациям и так далее. Но, естественно, это при условии, что у вас нет каких-то противопоказаний с медицинской точки зрения. Поэтому сначала нужно проверить вашу здоровье. В частности, насколько я помню, щитовидная железа, по-моему, это отлучает, но я не врач, не могу точно сказать. Так что начните с медицинского обследования, после, если все в порядке, обратитесь к психологу для психотерапии. Всего вам самого доброго, удачи, обращайтесь за помощью, вам она пригодится. Буду благодарен за обратную связь, по моему ответу, это позволит вам начать над собой работу. Всего доброго.